Добро пожаловать на мой канал меню недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня расскажу, как заморозить брокколи в домашних условиях. Такие замороженные заготовки значительно экономят время на кухне. Для заморозки я выбираю брокколи с яркими, плотными, зелеными соцветиями, без пятен и ушибов. Важно, чтобы капуста была без желтых, мелких цветочков. Разбираю ее на соцветия, удаляю мелкие листики, хорошо промываю под проточной водой. Далее делаю солевой раствор, чтобы избавиться от насекомых, которые могут жить в соцветиях. Набираю холодную воду и растворяю в ней соль из расчета 4 чайной ложки на 1 литр воды. Замачиваю брокколи в солевом растворе, после чего тщательно споласкиваю. Далее бланширую, то есть опускаю соцветия в кипяток и варю 1-2 минуты. Можно использовать корзинку-пароварку, но в ней готовить капусту на пару под закрытой крышкой нужно 4 минуты. Бланширование разрушает ферменты, которые вызывают потерю аромата и вкуса капусты. Это позволит брокколи оставаться целой и ароматной после разморозки. Если я замораживаю большую партию брокколи, то бланширую ее обязательно частями. После бланширования брокколи необходимо быстро охладить. Для этого помещаю ее в глубокую миску со льдом. Корзинку-пароварку можно поставить под струю холодной воды. Капуста должна остаться ярко-зеленой. Далее раскладываю соцветия на кухонное полотенце и даю стечь воде. Необходимо, чтобы капуста была хорошо подсушенной перед заморозкой. Раскладываю брокколи в небольшие полиэтиленовые пакеты для заморозки порциями по 200-250 грамм. Подписываю на пакетах дату заморозки. Удаляю из них лишний воздух и хорошо закрываю. Отправляю брокколи в морозильную камеру. Все готово! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которое я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Чернилка. Удачи!